Я позвонила тебе, сказала, Леш, кажется, у нас сумасшедшая задачка, но мы же такого никогда в жизни не делали. На 50, на 100 человек, да, мероприятия, а тут задача стояла X20, X30. Куда ходить, а куда ходить не надо. Благодаря Тризму очень большое количество идей нагенерировали, используем уже второй год. Мы сейчас находимся в Екатеринбурге на HR-форуме Триз Кейс. Каким образом на этот форум в 2023 году пришло 2000 участников, а в этом году уже 5000 участников. Это то, что позволило за час разговора команде отдела продаж HR-форума обеспечить такие продажи на это мероприятие. Смотрите в Триз Кейсе, перенимайте опыт для себя. В 2023 году мы встретились в кафе, в ресторане с твоей командой. И как раз, насколько я знаю, тогда встала задача резкого роста форума. План был поставлен 2000 с лишним участников, твоя команда отвечала за продажи. С какой проблемой вы столкнулись тогда с командой? Слушай, я очень хорошо помню, когда эту идею принесла в команду, девчонки сказали, Юль, ну мы же такого никогда в жизни не делали. На 50, на 100 человек мероприятия, а тут задача стояла не X10, а X20, X30. То есть то, что вообще было за пределами нашего представления о возможности. Появилось понимание, что нужно какие-то нетрадиционные способы работы с информацией использовать, не те, к которым мы привыкли. Я позвонила тебе, сказала, Леш, кажется, у нас сумасшедшая задачка, которую мы никогда в жизни не решали. Когда ты решаешь амбициозные задачи, время является очень важным фактором. И очень важно понимать, куда ходить, а куда ходить не надо. И вот как раз-таки благодаря ТРИЗу мы очень большое количество идей нагенерировали, дорожную карту составляли. То есть это такая прикольная наработка. Мы ее, сделав для решения этой задачи, используем уже второй год. Заявленная была в районе 4 тысяч участников. Я не знаю, сколько будет фактически, но я так понимаю, что около пяти. Это очень масштабно, это классно. Масштабное мероприятие, на котором собираются люди из бизнеса, HR, маркетологи. Здесь они обмениваются опытом. Какие вообще проблемы форум решает для людей? Самая главная проблема – это недостаток коммуникации с единомышленниками на актуальные темы. Форум, он дает возможность огромному количеству профессионалов со всей страны встретиться и обсудить насущное, обменяться опытом и получить из этого какие-то крутые идеи. А сейчас самая острая задача – это кадровый голод, да, но и огромное количество задач решается на форуме. Я знаю, что у тебя тренинговое агентство, ты занимаешься обучением людей. И, в общем-то, HR-форум – это тоже по развитию людей, кадров. Какие сейчас есть тренды, проблемы в 2024-2025 года в обучении людей? Сейчас самый актуальный запрос – это эффективное мышление команды. Потому что кажется, что компетенции их сейчас достаточно просто получить. Освоить какие-то навыки достаточно просто. А вот мыслить, как мыслят супер-успешные команды – вот это то, над чем важно потрудиться. То, с чем наши клиенты чаще всего обращаются – это запросы на лидерство, это запросы на эффективное управление изменениями. Потому что сейчас настолько быстро меняющийся мир. Те команды, которые умеют быстро адаптироваться, умеют быстро договариваться, становятся лидерами. А это все посвящено как раз-таки мышлению. Коснемся три за немножко. Я стал чаще работать как раз над задачами команд. Приходит команда, и мы говорим, что мы супер-умные, мы классные, мы многое умеем. Но количество задач, количество изменений на минуту времени стало настолько большим, что как раз-таки ограничения все даже не в хард-скиллы уперлись, а в скиллы именно мышления. В этом плане, конечно, 3С очень классно работает, поэтому здесь у нас совпадает. Но тут момент такой, что есть противоречия. С одной стороны, нужны лидеры, с другой стороны, многие люди не хотят идти в лидерство. По той причине, что «а там-то страшно». Я бы сказала так, что лидерство напрямую связано с ответственностью. Если я за что-то отвечаю, то, значит, я автоматически становлюсь кому-то должен. Имеет смысл, с моей точки зрения, знаешь, как-то расширять как раз-таки мышление и расширять восприятие лидерства. Лидерство – это не только обязательства, но это еще и возможности. Рад, что есть HR-форум. Спасибо, что это делаете. Масштаб мероприятия поражает. Можем сделать вывод, что HR-форум 25-го года будет еще масштабнее. Возможно, он будет международным. Когда есть нерешаемая проблема, приходи в Трис. Говорится, разберем и сделаем. Спасибо. Давай.